И пошла я опять сама с собой. Я хорошая, а те плохие. Я просто не могу сейчас. А вот я когда смогу, это тогда начнётся так вот бесконечность, да? Такое пресловутое красивое слово, которое нами по-разному воспринимается, и нам её преподносят без конца. Оно не имеет конца, так и звучит, да? Бесконечность. И вы никогда не остановитесь, если не научитесь видеть, что происходит во мне. Всё. Вот это вот рассказ «я такая, эти такие», «а так будет, а потом, а когда-то» — это ни о чём, вот это и называется иллюзия. Потому что находиться в привычном состоянии оправдания себя и обличения другого подразумевает форму себя всегда оправдывать. Всегда. И оттягивать конечный результат как можно дальше. Как можно дальше. Откуда и взялись две крайности, два сценария, как мы их называем. Один с поражением, и они, к сожалению, чаще всего в жизни бывают у нас. И один иногда с победой. Вся победа у среднестатистического человека, она заключается в том, или гадость кому-то сделать, или пойти хлеба в магазин купить, какой дадут. Никто никогда не пытается формулировать, что же для него важно на сегодняшний момент. Или мы просто реагируем, беря за основу чужое мнение, или чужой сценарий, или чужую картинку жизни, и тупо начинаем её копировать. Но как предохранитель внутренний, почему так происходит? Всегда будет ваше сопротивление. Ваше детское сопротивление, находящееся в замкнутом объёме, не понимающие, что делать, и на любое давление вы выдавали вот эту форму сопротивления. Ребёнок плюётся, кричит, суетится, бегает, прячет, рвёт, кидается, бросается. Это все те наши пресловутые реакции, которые потом выходят в социально приемлемое. Человек там сидит, отворачивается. Ребёнок бы орал. Спать, заболеть, поговорить ни о чём, глаза подкатить, типа вы меня тут слушаете, я хоть таким способом получу внимание. Ещё раз вспоминаем, пожалуйста, мы это уже обсуждали. Если вы хотите внимания, тогда вам нужно стать интересным людям. По-другому никак. Никто слушать не будет. Почему? Потому что все такие же, как и вы, рядышком. И покажите мне хоть одного, который бы не хотел внимания. Почему я сегодня хочу с вами пойти по-другому и позволить самым таким, ну, тёмным, наверное, там, тщательно скрываемым, привычным моделям выйти наружу. Вот давайте мы поговорим, я хочу, чтобы вы сегодня поговорили. Вот как вы обычно гадите себе жизнь, убиваете её, придумываете жутчайшие сценарии, почему я этого делать не буду. Вот попытайтесь хотя бы по четыре сейчас вслух рассказать. Вот есть задачка, есть желание, потребность, да? За потребность всегда нужно платить. Самый простой вариант – это взять заработанные деньги, пойти что-то купить, да? Но внимание тоже можно купить, тоже есть вариант предложения денег, да? Особенно со всевозможными гаджетами, да? Вам предлагают почитать вместе книги. Один читает, вы за это платите, потому что вы признаете, что вы недоразвитый, да? Вот читаете, и там какое-то обсуждение, рассуждение, не пойми о чём, не пойми как. Но вы же не книгу пришли там слушать, да, или открыли скайп слушать. Вы же хотите внимания. И вот в этом мире на то, что вы хотите, даётся продукт, чтобы вы удовлетворили, но никогда не будет честно рассказываться об этом. Потому что все зарабатывают деньги. И деньги, к сожалению, на сегодняшний момент в принципе зарабатываются или зависимым каким-то положением ты согласился делай, потому что человек не очень понимал, куда шёл, и что ему предлагали, и как это должно было быть. Или это бесконечное воздействие, или какая-то тайна. Человек так любит тайны. Мы сейчас прочтём книгу мёртвых. Мы сейчас вам кабалу расскажем. Мы сейчас вас научим, как делать деньги. Мы сейчас расскажем, как выстроить классный многомиллионный бизнес. Я вчера, кстати, по РЕН-ТВ смотрела передачу, значит, там девушка рассказывала, а я вот когда готовлюсь к тому, чтобы вам что-то рассказать, у меня задачка вытащить из жизни на сейчас такие оптимальные примеры, на которых бы можно было вам что-то показать. Так вот, я забыла это слово, как это правильно называется. Но сутевая часть, значит, набирают молодых красивых, ставят ролик и говорят, она уже в 25 лет зарабатывает миллион. И говорят, да, я там, ну, я не знаю, на бирже там или ещё где-то, вот такой инструмент, если вы сейчас себе позволите, и будет хорошо. И такую девочку поймали какие-то мальчики, которые повелись на её ролик. И под их прессом она говорит, я за ролик получила 3000 рублей. Никаких инструментов нет. Это просто, и как-то называется этот формат бизнеса. с десятки по тройке, там, по пятёрочке, по десяточке, да, потом всегда можно проще сказать, это вы дауны не понимаете, что происходит. Так вот, поражение – это то, в чём вы не хотите разбираться. Раз. Недостаток знаний и способностей. Второе. Когда ваша превалирующая реакция, она входит, вот, раздувается, и вы не можете остановиться. И третье, самое главное, когда вы каким-то способом без конца себя уговариваете. И начинаю перекладывать на кого-то. И это называется поражение. Потому что как только вы переложили какое-то действие на кого-то, значит, кнопка ожидания уже включилась. Значит, вы начинаете отслеживать маршрут товарища, да, не сказав, что вы на самом деле хотите. Потому что так, как делали бы вы, ну, условно, вы бы пошли за Бородинским хлебом в магазин, а вы ему звоните и говорите, хлеба зайди купи, а он пошёл за батоном нарезанным. И вы всегда попадёте. Но мы не привыкли разговаривать, мы привыкли друг друга оправдывать. Мы не привыкли прописывать. Почему у меня та или иная ситуация не получается? Потому что вы её много-много раз делаете. И это поражение обусловлено тем, что вы совершаете, принимаете заведомо неверные поступки. Или на основании убеждений. Я вас не понял, да? Как мы обычно говорим? Вы с человеком о чём-то договорились? Потом звоните мне, подожди, а ты где? Вы говорите, подожди, я не поняла. Я-то думала. Я-то думала, что-то будет так. А, это не вам надо. А я думала, да, но я не поняла. Это заведомо берётся привычная форма убеждения, которая подтверждает, что человек не собирался ничего делать. Если мы сюда посмотрим, да, первая двойка – это всегда неизвестная двигательная задачка. Мы сами себя, люди этого плана, живущие в состоянии, придумавшие себе красивую историю, они всегда не знают, как её воплотить в жизнь. Вот как? Вот хочу быть царицею морскую. Если вы по тактам почитаете внимательно сказку про золотую рыбку, вот там как раз-таки вот на эту тему. Я хочу, но не знаю как. Значит, иди старче сюда. Я тебе поставлю задачу. Задача всегда двигательная. Сделай буквально за меня. И человек так и говорит. Вот услышьте меня, пожалуйста. Это очень важно. Это уберёт огромное количество поражений из вашей жизни. Человек в силу живущей автоматика, он по-другому, он ходит, у него одна задача, одна. И он её без конца ходит, предлагает кому-то решить. Если этого не получается, он начинает говорить по-другому. Ой, вы знаете, просто обстоятельства изменились. До этого момента мы рассчитывали, что будет вот так, а теперь изменились, и вам к этому ещё нужно ещё вот это, и вот это, и вот это. Мы впоследствии, конечно, снимем все эти обязательства, но сейчас это просто жизненно важно, необходимо, потому что мы тут все вместе делаем одну большую задачу, а вы в силу своей, своего умения, понимания, знания, уж будьте любезны. Это заведомо история. Ещё раз, если вы таблицу автоматики вспомните, четвёртый такт, это уже решённое, вам уже на голову одевают. Но мы в силу того, что мы не понимаем, что нам по какой причине говорят, льстивые слова о том, что я такая умная, замечательная, красивая, ко мне обратились, они так душу греют. Говорю, ну ладно. И тогда, может быть, придётся делать только это. Но обычно, следующее у нас идёт. Я ничего не понимаю. Что это такое? Погода плохая. Кризис на всём. Что делать? Все бумаги нет. Он ничего не понимает. Всё, он ничего не понимает. Так показывают, что вам к тому, что вы взяли, ещё нужно что-то сделать. Человек не готов. Так люди и говорят. Услышьте, то всё очень просто. И если вы это принимаете, и какая же мне разница, я-то могу, то вам навалят выше крыши. Понимаете, о чём разговоры? И это ваш сценарий с поражением. Ничей. У того товарища победа. Лёгкая, красивая, 5-минутная, ну максимум получасовая. И если вы внимательно посмотрите перед собой и увидите тот сюжет, то вы нагрузились, а человек разгрузился. И как последствия это всё к вам с периодичностью, как тот преступник на место преступления, этот человек будет приходить и говорить, ну всё нормально, всё получается, всё хорошо. Ну да, всё. Вот так работает автоматика. И перед тем, как вас нагрузить, вас надо обольстить конфетками, с ловцом там, будущим красивым каким-то путешествием там или ещё там чем-то. Но вам готовят поражение. Почему ещё раз? Крайности вспоминайте. Что хорошо начинается, всегда заканчивается, ох, как по-разному, да? Когда вы здесь начинаете прояснять, и человек никогда не видел, что вы делаете таким способом, значит, тут всегда будет конфликт. Наша память любого человека, Жанна права, любого человека на уровне родовой концепции, на уровне своих родственников, копии, которые мы носим на всякий случай, всех идущих на меня заведомо принимает из расчёта враг. Просто враг. Потому что это люди, с которыми вы бессознательно советуетесь, такая персонажная система, да? Потому что ребёнку по отношению к родителям всегда непросто. Родитель всегда выше, круче, лучше, ему слаще, он меньше там что-то делает, а мне всегда достаётся. Понимаете, о чём разговоры идут? Так вот, эти вот персонажи, они всегда изменения, которые идут на вас, потому что это вам необходимо, и вы их, собственно говоря, фокусируете своим вниманием для того, чтобы изменить свою жизнь, в нужном направлении, изменить сценарий. Они всегда будут говорить о том, что это враг. Почему нужно объективно и спокойно разбираться, что предлагают, что хотим сделать, насколько это реально, какой конечный результат должен получиться, какие усилия нужно вложить, кто это будет делать, какой промежуток времени, и что, собственно говоря, на выходе, если это положение вещей, то как эквивалент, вот понимание, что это так, должна быть какая-то сумма денег, потому что деньгами на сегодняшний момент такая общая договорённость, оцениваются усилия человека. Понимаете, о чём разговоры идут? А вас заведомо заставляют поражение принять, то бишь согласиться. А потом убаюкивают или принуждают, или заставляют, или воздействуют тем или иным способом, только для одного, чтобы вас дотащить до конечного результата, который нужен другому, а не нужен вам. А мы в силу того, что понимаем, что где-то нас обманули, что-то с нами делают, мы включаем сопротивление. И чем чаще мы это делаем, тем в большей степени это становится привычкой. И это вот третий пункт, да, я ничего не понимаю, такого не было, ничего не знаю, давайте ещё раз, давайте ещё раз. Это люди вас принуждают. Или вы кого-то принуждаете, без разницы. Дальше, когда уже масса набралась, у нас идёт другая история. Вот эта вот картинка самая интересная. Девушка пришла, или человек пришёл устраиваться на работу. Всё хорошо, всё рассказали, и показали, вот там, по-моему, рубль двадцать, вот за такой период работы, вот кто-то надо будет делать. Значит, она делала, делали, он делал, делал, поэтому надоело. Потому что я-то себя всегда круче ценю. И если начальник мужчина, к нему заходит не девушка, а работница. К нему заходит или красотка из американского фильма, с поволокой на глазах, или мама двоих детей, с претензией на тему того, что это вы мне, мужчина, не хотите помочь детей воспитывать. Или это заходит маленькая пуся доча, которая говорит, у меня не получается. Возьмите меня на ручки, покачайте меня, успокойте меня, пообещайте мне, что вы не будете так долго и сильно меня принуждать что-то делать, потому что я маленькая. Но вот красотка чаще всего сейчас такая персонажная история, что как вот только начальник что-то из себя представляет, даже анекдот такой есть, подходит там, миллионер к зеркалу, да, такой мелочь, пузатая там, совсем там ужас. А сзади, значит, идет секретарша, ноги от ушей, все хорошо. И она говорит, Ванечка Сергеевич, вы кофе будете какой? Он говорит, ну там, капучино. И смотрит, говорит, вот сколько, третий год смотрит, вот как этого урода можно терпеть каждый день и рассказывать ему, что она его любит. Вот как это может быть? Надо ей зарплату поднять. Вот это жизненный, да? Человек подстроился только ради одного, чтобы облегчить себе таким способом жизнь. Но противовес всегда один, нет навыков, нет способностей. И есть всегда зависимость. От чего мы, собственно говоря, пытаемся с вами отойти? Да, от зависимости. Чем меньше человек зависит, тем в большей степени он имеет право выбора в той или иной системе или с теми или иными людьми сотрудничать, работать, учиться, развиваться, строить свою жизнь. Тем больше возможностей, вот то, будущие результаты, из которых мы можем выбирать. В противном случае заготовленная судьба, как мама, папа, друзья, товарищи, потому что в стране объявили кризис. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok